Книга «Открытым оком», 7-й том, вопрос 1849. Тема «Святая Библия». «Знали ли пустынники содержание Библии? Любили ли драгоценность Слова Божия? Почему же у них так много было совершеннония по Слову Писания?» Отвечает Игнатий Тихоныч Лапкин. «Это меня очень занимает. Часто говорится, что они занимались Словом Божиим, изучали Писание. А слами сами шли в пустыню, когда Слово Божие посылает всех уверующих к людям. Какое-то всеобщее помрачение наступило в церкви со временем объявления христианства официальной, государственной религии. Библию оставили, а стали искать по пустыням мудрость у тех, кто Библию не знал. Пророк Осия, 7-11. «И стал Ефрем, как глупые головы, без сердца. Зовут египтян, идут в Осирию». Примеры жития святых. Мария Египетская, 1 апреля. «Главная и постоянная пища их была Слово Божие, а тело они питали хлебом и водою, насколько каждому позволяла любовь к Богу. Поверила и ушла в пустыню, и там пробыла до смерти 47 лет. Так зачем же придумали это слово про Писание, если не обдумали тогда и не обдумали? Тогда не обличало бы их так явно написанное имя же, их же самих». Другой пример. Милане Римляна, 31 декабря. Иногда она занималась переписыванием книг, так как она писала очень красиво и без ошибок. Иногда изготавливала одежды для нищих. Переписанные книги она посылала на продажу, а вырученные этим трудом деньги раздавала нищим. Усердно занималась она и чтением Священного Писания. Когда руки уставали от работы или от письма, то она упражнялась в чтении и как бы задавала работу очам своим. Если же и глаза ее уставали от долгого чтения, ей помогал слух, потому что она приказывала другим читать, а сама слушала. У нее был обычай ежегодно трижды прочитывать Ветхий и Новый Завет. А наиболее важные места она удерживала у себя в памяти и постоянно имела на устах. Спала она ночью едва два часа, и то не на постели, а на земле на худой рогожи. Она говорила, что всегда нужно бодрствовать, потому что не знаем, в какой час придет вор. Стихотворение Игнатия Тихоныча Лапкина. Неверующим разве можно верить? Не ожидающему божьего суда, что для него карман, запор и двери, кто не берет, то для него чудак. Легко соврать, состроив хитрую мину, войти в доверие и душу обокрасть. Какой-то грех, он так и учит сына, и будет прав, сославшись на на власть. Что все обманывают, лгут без придышки, где и без пользы даже и во вред, но врут толстеют тощие избиркнижки, а через день исчез из памяти и след. Да так и рассуждай, уж коли нет, ответа после смерти за деяние, заложенные слова, подделанный билет, тогда хватай и жри, пока не сгинешь в яме. Неверующий совесть зазирает, с бесцыством обручившись в колыбели, в любом грехе все подберет до края, с азартом лает, сучка и кобель. Не верит, он и веры не достоин, и главное, чтоб выгода была. Да пусть весь мир сгорит или утонет, им лишь бы пенсия и несколько зарплат. В суде он лжет, и суд ему поверит. За лжесвидетельство не будет же казнить. Здесь человека нет, ползут скоты и звери. Урвать у ближнего, добраться до казны. Им верующий всюду обличитель. И не словами даже, а в поступках. Вы, правдолюбцы, сгиньте, замолчите, от вас уже смердит и запах трупный. Правители заманят и обманут. Сгноят в гулаге, в ссылке заморозят. Свободой братство за собой поманят. Где в Бога веры нет, там смерть и слезы. 2003 год. Игнатий Тихонович Лапкин.